Мощи святого Силуана Афонского, икону Христа, у которой преподобному чудесно явился Господь, привезли в Санкт-Петербург. Честную главу святого доставили в северную столицу из Екатеринбурга. Петербургское священство во главе с епископом Кронштадтским Назарем, встретив торжественную мощь в аэропорте Пулково, сопроводили святыню Свято-Троицкую Александрневскую Лавру. Лаврские колокола радостно звенят. Несмотря на будний день, многие люди устремляются в Свято-Троицкий храм. Где наместник Александра Невской Лавры, епископ Назарий Кронштадтский, в сослужении братья, духовенства Санкт-Петербургской епархии и Афонского, Свято-Пантелеймонного монастыря совершил торжественный молебен перед Афонской святыней. К преподобному Силуану молитвенно обращаются в укрепление веры, стяжание любви в разных жизненных обстоятельствах. Этот святой так близок к нашему времени. Владыка Назарий после совершения молебны и пастырского слова уже частным порядком рассказал, что впервые о преподобном Силуане давным-давно узнал из первых православных книг, доступных для чтения в советское время. Своим выводом Владыка поделился. Этот человек нашего времени знали, вот там он родился, все его шаги знали. И вот это очень интересно, как вот человек, родивший в совершенно обыкновенной семье, в русской глубинке, можно сказать, вдруг достиг вот этого прославления. Вот это интересно. И вывод какой можно сделать, что Господь нас не забывает, если мы его не забываем. И вот этот пример, он как раз для нас, наверное, самый ценный. Потому что, да, мы знаем множество мучеников и так далее, первых веков. И некоторые думают, что святость была когда-то давно. А вот преподобный Силуан доказывает, что святость и сегодня есть. Среди людей, пришедших поклониться преподобному Силуану Афонскому, чудотворной иконой Спасителя, была писатель Людмила Ильюнина. В свое время Людмила Александровна выпустила несколько книг, посвященных святому Силуану и его ученику Сафронию Сахарову. Были изданы две книги. Одна называлась «Видевший свет». Она была посвящена преподобному Силуану и его ученику ближайшему, старцу Сафронию Сахарова. И вторая книга называлась «Ученик преподобного Силуана, старец Сафронии». Но у меня личное отношение к этому величайшему святому 20 века, потому что моя ближайшая подруга, теперь монахиня Пелагея Шеремет, она ездила в Эссекс в 90-е годы, она знала старца сама хорошо, лично. И она первая, вот, мы узнали, услышали впервые о старце Силуане, о преподобном, когда она из Эссекса привозила кассеты, записи с беседами старца Сафронии. И я старцу Сафронию писала письмо, то есть, ну, вот такая связь личная есть с преподобным Силуаном. Привоз святыни – это не только праздник и радость, но и средство для объединения православных. Священник Анатолий Першин приехал поклониться святыне вместе со своими прихожанами. С великим трепетом мы приехали в Лавру и приложились, и молились, и народ реагирует, идет, смотрите, сколько народу идет сюда. Это, я считаю, что это какое-то ключевое событие. Мир поврежденный, каждый человек личностно поврежден. Есть такие моменты, через которые входит грех человека. У каждого человека есть слабые места. Вот надо вот именно попросить Силуана Афонского, преподобного, чтобы он помог золотать эти духовные травмы, раны. Поклониться святыне можно 16 сентября до 22.00 в Александроневской лавре. 17 и 18 сентября с 7 утра до 11 вечера в Воскресенском Новодевичьем монастыре. Воскресенский Новодевичьем монастыре